Ну вот пока я готовился к видео, произошел такой мощный ракетный обстрел Украины. В Киеве прилеты, в Кривом Роге прилеты, в других городах тоже. В Киеве очень сильно пострадала детская больница Ахмадет. Когда-то там давно, еще в прошлой жизни я там бывал даже. По одному делу Россия продолжает свою такую абсолютно террористическую тактику. Разгром украинской инфраструктуры, повреждение всего, до чего она может дотянуться. Ну как бы больницу Ахмадет никак нельзя считать военным объектом. Вот хоть ты тресни, детская больница, там нет украинских раненых, они находятся в военных госпиталях. Там нет военных, ну кроме охраны на входе в больницу и так далее. В общем и целом в этом смысле ничего не меняется. Как метко выразился, один мой хороший товарищ превращают нас в страну инвалида. То есть разрушают инфраструктуру. Сейчас вот Ахмадет придется ремонтировать, возможно эвакуировать. В кривом роде прилетело в жилое здание и в СТО. У россиян всегда объяснение простое. Если жилое здание, там жили военные, если СТО, там ремонтировали танки. Вот у них всегда такие объяснения. С этим ничего, к сожалению, не поделаешь. Бесполезно по этому поводу обращаться в какие-либо международные инстанции. Если там речь не идет про Израиль, никто этим не интересуется. Никто не подаст никакое заявление в Международный уголовный суд. Никто не подаст заявление в Совбез ООН с просьбой принять резолюцию с осуждением российских обстрелов украинской территории. Вот это все не произойдет. Придется защищаться, к сожалению, самим. Для этого нужно больше систем ПВО. В свете этого имеет смысл вспомнить историю про 8 батарей Патриот, которые Израиль сейчас списывает из армии. Они в рабочем абсолютно состоянии. Это Патриот Пак-2. С большим, кстати, боекомплектом. Если их передадут Украине, но их Израиль не передаст напрямую Украине. Этого не произойдет, вероятнее всего. Израиль, по всей видимости, вернет их хозяевам, то есть американцам. Они были поставлены после войны в заливе для защиты Израиля, вот это, атак баллистическими ракетами. Если Израиль их вернет Соединенным Штатам, то Соединенные Штаты могут передать их уже кому угодно. Хотя россияне уже поугрожали в сторону Израиля. Вот не Бензи их, этот полоумный представитель в ООН сказал, что это будет иметь последствия. Ну, окей, будет иметь последствия, значит, так тому и быть. Но 8 батарей Патриот, каждая батарея включает от 4 до 8 пусковых, плюс там радар, машина обеспечения и так далее, может прикрыть, в принципе, крупный город. Это так, крупными ракетами, имеется в виду баллистическими и крылатыми. Так что это было бы очень хорошее подспорье, с учетом того, что вот эти батареи Патриот поступали в Украину в час по чайной ложке. Несколько батарей, а тут сразу 8, это было бы шикарно. Там пока вопрос обсуждается и пока, судя по всему, придержали списание этих батарей. А они прошли еще модернизацию в Израиле с точки зрения их систем наведения. Так вот, их придержали в свете надвигающейся войны на севере. Потому что там непонятно пока, куда повернется. Но если войны удастся избежать, то есть хорошая вероятность того, что они попадут в Украину. Украинцы, в свою очередь, наносят удары сейчас по российской территории. Все так же дронами и ракетами, в том числе и Нептунами. Вот модернизированными для ударов по наземным целям с такой резко увеличенной дальностью. По оккупированным территориям ракеты атакам с активной используют. Россияне обвиняют Соединенные Штаты в том, что это они, значит, цели указания. Они причастны к ударам по российской территории. Вот в частности, там, по Севастополю. Ракетный удар по Севастополю называют терактом. Удар по больнице Ахмадет, это, значит, все намеченные цели военные поражены. А удар вот по российской территории, это вот теракт. И, значит, так получается. Их ПВО довольно скверно справляется с атакам сами. Потому что это, по сути, такая квазибаллистическая ракета со сложной траекторией. Она тяжело поддается перехвату. Но это не российская территория. Это оккупированная украинская территория. И ограничений на применение оружия по такой территории нет. А то, что американцы причастны, ну, к коню понятно. В конце концов, атакамсы-то эти произведены-то не на Луне же, правильно? Они произведены на американских заводах, поставленных с американских складов. И для повышения эффективности американцы, да, делятся разведданными и так далее. Хотя, в принципе, у украинцев и так достаточно неплохо налажена разведка. А атакамсы в основном используются для поражения наземных целей, каких-то стационарных. Там командные пункты, позиции ПВО, тяжелые ПВО типа С-300, С-400. Там для поражения аэродромов и так далее и тому подобное. И в общем и целом это оружие себя показало так вполне себе эффективно. Теперь о том, что происходит на линии фронта. Пойдем с севера на юг. Это тоже очень важный момент, потому что российское наступление, вот это вот весенне-летнее 24-го года продолжается. Наступление носит такой ползучий характер. То есть, россияне медленно, но верно продолжают ползти вперед на некоторых направлениях, продвигаясь, продвигаясь. Судя по всему, глобально имея целью захват Донецкой и Луганской областей. То есть, захват Донбасса полный. То есть, ну, в кавычке, разумеется, возьмем это слово, освобождение вот этих вот новых российских территорий, которые они так лихо записали в свою конституцию. Итак, что касается Харьковской области, вот это вот их последнее, значит, наступление. Оно уже полностью прекратилось. Имеется ввиду продвижение российских войск. То есть, судя по всему, речь шла не о подходе к Харькову, не о захвате Харькова, а о прорыве в сторону Купинска. С тем, чтобы помочь российским войскам, наступающим на Купинск, создать там еще одно направление удара. Это не получилось. Застряли они в середине Волчанска. Украинское командование довольно быстро сориентировалось в обстановке. Перебросило туда резервы, стабилизировало ситуацию. Сейчас перехватило инициативу и проводит там контрнаступательные действия с тем, чтобы по возможности вытеснить российские войска обратно за линию государственной границы. В Волчанске идут тяжелые бои. Город, я напомню, пополам делит река Волчья. Вот ее часть, которая находится со стороны российской границы, была захвачена российскими войсками. Частично там есть присутствие украинских войск. Идут бои за этот город. И, по всей видимости, украинцы сейчас пытаются окружить часть этой группировки российской, которая находится в Волчанске. Пока не очень успешно. Но в целом они там имеют даже некоторое продвижение. Бои тяжелые. Ситуация стабильная. В общем, российское наступление там полностью прекратилось. А наступление на других направлениях, с этой стороны, я имею в виду, например, на Сумскую область, оно уже маловероятно в свете того, что украинцы получили разрешение наносить удары по российской группировке с западным оружием, в частности, американским. Поэтому вряд ли сейчас российское командование рискнет там проводить какие-то действия. Нужно сосредоточить группировку. Эту группировку можно всю растрепать еще до перехода в наступление ударами с украинской территории. Поэтому в этом смысле вот с этим направлением все более-менее благополучно складывается. Относительно благополучно. Купинск, как я уже сказал, там продолжаются наступательные действия. Купинск был утрачен россиянами, освобожден украинскими войсками во время осеннего наступления 22-го года. Вот такого исключительно удачного. И вот сейчас российские войска пытаются нивелировать, так сказать, все эти успехи. Наступают на Купинск. Там вот есть железнодорожный узел. Купинск-узловая такой очень важный логистический такой хаб для ВСУ во всем этом районе, во всем этом регионе, я бы даже сказал. И россияне пытаются прорваться Купинску пока не очень успешно. Там бои идут с переменным успехом уже больше года. Практически без перерыва. Ниже Купинска, еще как бы южнее, находится Кременная. От Кременной они пытаются прорваться на Лиман. Лиман тоже был освобожден украинцами. И выход к Лиману дал бы им возможность нависнуть над северным флангом так называемого Сиверского выступа. Вот ликвидировать этот выступ, который тоже там образовался в ходе этого наступления украинского. Это одна из задач, судя по всему, которая имеет перед собой российское командование. У них вообще тактика, как я обратил внимание, такая. Не какие-то глубокие прорывы. Это просто не получается физически. А создание условий таких, при которых украинцы отходят. То есть создание угрозы окружения. Ползут на флангах, украинцы отходят. Снова ползут на флангах, снова отходят. Вот это примерно происходит. В Кременной там есть вот это Кременские леса. Ну то, что называется Серебрянское лесничество. Потрясающе, говорят, красоты было место. До войны, естественно. Я там не был сам, но вот мне рассказывали. Есть даже фотографии довоенной. Поразительной такой красоты. Лесной массив. Сейчас он практически весь там уничтожен. И там все время идут бои. Но там украинцы тоже перешли к контрнаступательным действиям. Пытаются улучшить свое тактическое положение. Наступают. Там для россиян ситуация осложняется тем, что они уперлись в гряду высот. На которых созданы такие укрепрайоны ВСУ. Очень мощные. И пока преодолеть они их не могут. Вот использование бронетехники из-за такой холмистой лесистой местности там довольно сильно ограничено. И поэтому, собственно, особых успехов там нет. Но, судя по всему, вот эту идею северский выступ ликвидировать россияне пока не оставили. То есть они будут пытаться это делать. Другое дело, что там использовались части вновь сформированные. В частности, на базе ленинградского, вновь созданного ленинградского военного округа. Плохо подготовленные, видимо, скверно вооруженные. И, в общем и целом, неся большие потери, особых успехов они там не добились. Бои в районе Кременной продолжаются. Довольно тяжелые. Общая цель в этом районе выдавить украинские войска за реку Асколд. Она тоже пока не сильно достижима. Ну, Бахмутский участок. Там сейчас основные события развиваются вокруг города Часов-Яр. Долгое время, буквально несколько месяцев, шли тяжелые бои за микрорайон Канал. Это, соответственно, получается южная или восточная окраина Часова-Яра. Он был полностью разрушен. И украинские войска отошли оттуда к центру города за канал Северский Донец-Донбасс, он называется. То есть такая водная преграда неестественного происхождения, но тем не менее. И там как бы держаться будет легче с учетом наличия водной преграды. Там есть некоторые участки, где этот канал проходит под землей. Ну, по огромным трубам. Но эти участки, они укреплены. С учетом того, что микрорайон Канал, где было там десятка-полтора многоэтажек, россияне брали несколько месяцев ценой очень больших потерь, то битва за Часов-Яр, за его центр, который весь там состоит из многоэтажек, в принципе, да, грозит им вот превратиться в такую бахмутскую мясорубку номер два. То есть украинцы там пока держатся. Украинцы перебрасывают туда определенное количество резервов. И в целом там с учетом того, что пошли поставки западных вооружений и более-менее наладилась ситуация с боеприпасами, то держаться стало в каком-то смысле легче. Но бои за город носят такой упорный, исключительно упорный и ожесточенный характер. Бои идут. И, судя по всему, вот пока задача на этом участке у россиян взять Часов-Яр. В принципе, сам по себе Часов-Яр, как вот, как бы, ну, что ли, со стратегической точки зрения особого значения не имеет. Очередной украинский город, который они хотят захватить. Но он дает выход на Константиновке. Это город, который находится на перекрестии важных дорог. В частности, на перекрестии дороги Константиновка-Покровск. Вот если перерезать эту дорогу, а в некоторых местах, это уже там со стороны Авдеевки, они уже довольно близко подошли к этой трассе, то это осложнит украинцам очень сильно оборону Донбасса. Вот этого участка на Донбассе. Поэтому там бои и носят такой упорный характер. И следующее направление это Торецк. Так называемая Торецкая агломерация. Это город и прилегающие к нему села. Там десяток-полтора населенных пунктов, которые находятся в таком выступе, вдающемся, условно говоря, в российскую оборону. И вот они сейчас Торецк пытаются обойти и с юга, и с севера. С юга, соответственно, вот там идут бои за село Нью-Йорк, в частности. И вроде по некоторым данным Нью-Йорк уже даже захвачен. И вот они оттуда пытаются с юга прорваться к Торецку, одновременно заходя на него и с другой стороны, для того, чтобы срезать этот выступ, в котором находится Торецк. И опять же подойти вот к этой трассе, Покровск-Константиновск, чтобы таким образом осложнить снабжение украинских войск. Это не приведет к крушению украинской обороны, но это создаст условия для наступления на Славянск и Краматорск. Вот их главная цель на сегодняшний день. Потому что, если я не ошибаюсь, столица Донецкой области временная, после захвата Донецка сепаратистами, находится в Краматорске. И, по сути, Славянско-Краматорская агломерация, простите, это главный такой укрепрайон ВСУ на Донбассе, который с 2014 года там все строился, создавался, совершенствовался. И для, в кавычки возьмем это слово, освобождения, то есть для полного захвата и оккупации Донецкой области необходимо захватить Славянск и Краматорск. И вот они туда, собственно, рвутся. Сейчас с разных направлений пытаются туда зайти и создать себе условия для выхода к агломерации Славянска и Краматорска, одновременно еще и с севера пытаясь его там тоже на него выйти. В общем, бои тяжелые, продвижение у россиян есть, оно очень медленное, там несколько сот метров в сутки бывает, а бывает и меньше. Но, тем не менее, пока им удается продвигаться. Ценой гигантских потерь. Вот экономист опубликовал сейчас статистику потерь, там до полумиллиона убитыми, ну то есть безвозвратные потери, убитые, пленные, покалеченные. Вот полмиллиона человек угробили уже для того, чтобы вот вообще непонятно для чего. У меня вот по сей день это не очень укладывается в голове, для чего им это все нужно. Это понятно, что это классическое поведение военной империи, которое все время газообразно расширяется во всех направлениях, как это было еще со времен, я не знаю, Золотой Орды и Чингисхана. Но для чего сейчас нужна России территория новая, учитывая, что у этих территорий девать некуда буквально, и они на, я не знаю, там 70% не освоены вообще никак и не заселены, для меня это по-прежнему какая-то абсолютная загадка. Вот я прям даже не понимаю, для чего они это делают. Ну ладно, бог с ним. В общем Авдеевка направление, вот после успехов в Авдеевке, они прорвались к Очеретино, от Очеретино они опять же прорываются к Новоалександровке, и в районе села Новополтавка они подошли опять же вот к этой же трассе, Покровск-Константиновка. То есть они пытаются ее с разных направлений к ней прорваться, перерезать эту трассу, осложнить снабжение украинских войск. Одновременно пытаются выйти к Углидару. Все мы помним сражения за Углидар годичной давности, даже полуторагодичные, по-моему, где атаками в лоб они потеряли огромное количество людей и техники, ничего не смогли сделать. И сейчас пытаются Углидар обойти, потому что Углидар это такой опорный столб южного фланга украинской обороны на Донбассе. Захват Углидара существенно облегчил бы им захват Донбасса в принципе. То есть с разных направлений они все время пытаются продвигаться к административным границам Донецкой области. Украинцы как могут это дело сдерживают. Ситуация сложная, однако же пока стабильная. Пока украинцы сохраняют и управляемость, и целостность обороны, отходят кое-где, кое-где контратакуют. Война носит такой в общем и целом позиционный характер, прямо скажем. Никаких глубоких прорывов там нигде не намечается. Вопрос, конечно, уперся в резервы, что у украинцев, но вроде как там с учетом новых законов мобилизации и так далее, пополнения в действующую армию идут, но их нужно готовить, их нужно вооружать. Не хватает вооружения и техники из-за перерыва в поставках. Сейчас вроде как это все налаживается, но пока еще не до конца наладилось. У россиян тоже не очень понятная история с резервами. Если бы резервы были в больших количествах, то в любом из мест, где наметился успех, можно было бы ввести их в бой и этот прорыв расширить и прорваться дальше. Но пока этого не наблюдается. И тот факт, что в российских регионах резко увеличили выплаты в Татарстане до миллиона рублей за подписание контракта с вооруженными силами, это говорит о том, что людей не хватает. Людей заманивают активно в армию. С учетом того, что социальная база для этого есть, то есть люди бедные в провинции живут плохо. А тут предлагают очень большие деньги. То есть вот это может сработать частично, но в целом надо сказать, что уже провинция так сильно подвычерпана. Поэтому Москву, Питер, крупные города они пока не трогают, опасаясь различного рода социальных последствий. Они помнят хорошо историю с мобилизацией. Это был у нас, получается, сентябрь 22 года, вот как раз в разгар украинского наступления, когда миллион мужиков подскочил и убежал за границей. Вот им как бы не очень хочется это дело повторять. Поэтому, по всей видимости, у них тоже есть проблемы с комплектованием вооруженных сил. К тому же мало людей набрать, их нужно вооружить, обучить. Базы хранения техники сильно подвычерпаны. Техники уже откровенно не хватает. Различные осинтеры указывают там со спутниковыми снимками о том, что вот на такой-то базе вообще не осталось там, например, БМП. Их всех куда-то увезли, остались только грузовые автомобили. Там на такой-то базе, на артиллерийской, там с пушек сняты все стволы, видимо, отправлены в действующую армию. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это такой момент, который для обеих сторон характерен. Обеим сторонам не хватает резервов. Ну, в качестве, так сказать, итога, который можно подвести, российское наступление продолжается. Возможно, идет формирование некой такой группы резервов для следующего этапа наступления. Каковы может быть наступление на Славянск и Краматорск, если сложатся для этого условия. Пока на это не похоже. Украинцы в задаче сейчас сохранять стабильность фронта и не давать россиянам быстро где-то продвигаться. Пока это получается. Ситуация для украинской армии очень и очень сложная. С учетом, еще раз говорю, полугодового перерыва в поставках, который крайне скверно отразился на положении дел на фронте. Ждут прибытия самолетов. Вот первые самолеты должны поступить, я сколько понимаю, от Нидерландов. Но когда они поступят, не очень понятно. Вот сейчас мы уже близимся к первой неделе июля прошла. А что-то пока этих самолетов не наблюдается. О ударах по украинским аэродромам запишем, наверное, отдельное видео. Там есть о чем поговорить. Есть проблемы. И эти проблемы нужно проговорить, скажем так, отдельно. В целом же война продолжается. Ракетные удары по украинской инфраструктуре продолжаются. Украинцы наносят ответные. Но ущерб, конечно, несопоставимый. У россиян горят нефтебазы и склады с боеприпасами. У украинцев разрушается инфраструктура. Особенно генерирующая, особенно энергетическая. Что следующей зимой может привести к очень серьезным проблемам. Но вот следующие пакеты военной помощи, которые сейчас обсуждаются и анонсируются, в основном содержат в себе средства ПВО для того, чтобы отбиваться. Хотя ущерб уже был нанесен и довольно существенный. Я бы сказал, тяжелый. Спасибо.